Всем здравствуйте! История от анонима. Сейчас я зачитаю историю, дам свои комментарии. Вы это тоже можете сделать в комментариях под видео, оставить свое мнение по ситуации. Немножко дисклеймер, да, веду в курс дела. Вы можете присылать вашу анонимную историю на почту, которая указана в инфобоксе под видео. Тема письма, история от анонима. Только два условия. Первое. Не присылаем истории, которые были опубликованы, отправлены вами, другим блогерам, чтобы не повторяться. И второе. Я читаю с листа. Как у вас текст написан, так он и прозвучит в видеоролике. Если вы чего-то, имен, адресов, пароли, явки указывать не хотите, чтобы это не звучало в эфире, поэтому это не пишите, не указывайте. Потому что мне истории много приходят, я не могу сидеть над каждой историей и что-то там думать. Человеку хочется, чтобы это опубликовали, или не хочется. То есть, если приходит история, то я уже априори понимаю, что это готовый текст для того, чтобы вопросы, текст, история, на которую мы будем отвечать в YouTube, освещать ее публично. Надеюсь на ваше понимание. Давайте приступим. Здравствуйте. Я вам как-то уже писала. С вашего разрешения отправляю вам сообщение от моей подруги. Она не хочет, чтобы имя было в сети, хотя я объяснила, что вы имен не разглашаете. История такая. Галина, здравствуйте. Мне 30 лет. Я родилась в Киргизии и до 23 лет жила в России. В 18 лет я познакомилась с шотландцем. Ему столько же было лет. Первая любовь, первые отношения. Он ко мне ездил каждые три месяца, как мог по финансам и с учебой. Мы поженились. Я закончила институт, переехала к нему, устроилась работать учителем начальных классов в Эдинбурге. Ситуация такая, что мы в отношениях больше 10 лет. Ощущение, что я из них выросла. Я получила гражданство. Следующий пункт – ипотека. Ребенок. Но мне страшно. Я не уверена, с тем ли я человеком. Мне не нравится его поведение во время конфликтов. Он может ударить кулаком в стену рядом с моим лицом. Если мы в машине, он может заблокировать двери и гнать с бешеной скоростью, чтобы мне было страшно. Это вообще уже абьюз. Мне кажется, он не хочет и не любит детей. Он говорит, что заведем когда-нибудь, чтобы просто я от него не ушла. Я говорила, что семья для меня важна, и я хочу детей. Он об этом знает. У него очень черно-белое мышление. Либо я его люблю, либо я его ненавижу. Либо он классный, либо он последний урод. И так далее. Мне очень сложно обговорить с ним все из-за этого. Почему я не развожусь? Нас очень много всего связывает. Мне страшно и тяжело оборвать эту связь. Вам страшно. Вот это единственное, что вас держит. Он знал мою покойную бабушку, играл с моим первым в жизни котом. Мы взрослели вместе. Он помогал мне в адаптации и так далее. Моя работа не позволит мне жить отдельно с местными ценами. Кассивы возвращаться мне особо некуда. Напомню, девушка уже 10 лет в этих отношениях, она давно уже не живет. У меня ничего нет там. Да и я не была вообще. Я туда не ездила последние 6 лет. Ситуация осложняется знакомством с новым мужчиной. Ему столько жиле, сколько и нам. Он турок из Стамбула. Знакомой моей подружке. Знакомой моей знакомой подружке. Но я лично с ним не виделась еще. Написал мне в инстаграме. У нас очень много общего. Понимаем друг друга с полуслова. Речь идет о двух месяцах переписки. В какой-то момент я начала искать работу в Стамбуле. Но все, что с моим багажом. Учитель английского языка. Это зарплата. Полторы тысячи долларов. На это не проживешь. Я еду в Турцию. Через три недели встретиться с мамой. Но не в Стамбул, а в Аланию. Турок про это знает. И говорит, что попытается отпроситься с работы и встретиться со мной. Я рассказала ему о моей личной жизни. Но сказала, что уже не в отношениях. Что правда. Но на самом-то деле частично. Мы не думаем. Мы не живем как муж и жена. Мы живем как соседи по квартире. У меня очень плохое состояние. Меня бросает из стороны в сторону. Хочется поехать домой. Но там разруха безденежья. Уже пора заводить детей. Но все, что я строила на семейном поприще, в руинах. Галина, дайте, пожалуйста, совет. Я так боюсь, что 80 лет оглянусь назад и пожалею. Спасибо. Ну, давайте, что начнем. Вы в абьюзе находитесь. Мы не будем тут приукрашивать как-то. Какие-то финтиплюшки. Обманываться, да, и все такое прочее. Первое, скажу, мне очень вас жаль. По своей молодости, незнанию и неопытности вы попали в абьюзивные отношения. Ваш супруг-эгоист, который хочет, чтобы закрывались его желания и потребности, он вас запугивает. Почему вы не можете уйти? Вам просто тупо страшно. Вы знаете о реакциях. Он может ударить мимо меня в стену, а может и в меня. Да, и непредсказуемо. Я не знаю, как в следующий раз это повернется ситуация. Вдруг он меня запрет в машине, опять полетит. Не знаю, спрыгнет. Я не знаю, в дерево врезишься, да, там скалы условно в Динбурге он не скинется, хотя кто знает, да. Короче, вам просто тупо страшно. Вы запуганы. И так как это мягкий абьюз, но я бы уже мягким даже не называла, там есть моменты агрессии. Обратите внимание, что вы чувствуете. Вы просто боитесь. Следующее, скажу, второй момент, который вас держит. Да, моя несамостоятельность какая-то финансовая, в том плане, что оставаться в Англии и жить, это дорого. Я одна не потяну на свою единственную зарплату. Кстати, тем очень многие. У меня есть клиентки из Англии, женщины, которые бы готовы развестись, но им одним самостоятельно дорого, короче, жить, да. И они по многим таким причинам остаются еще в отношениях, которые им не нравятся. То есть я про вот эту внутрянку финансовую в Англии ценной всю жизнь как бы в курсе. Так вот, смотрите, про появившегося турка. Я могу вам сказать точно, что выходя из абьюза, какой-то промежуток времени надо быть одной. Если вы хотите вступить в следующий раз в более-менее здоровые отношения, в нормальные, чтобы опять не залететь в какой-то абьюз. Очень сентиментальный человек, для вас важны вот эти моменты, что ваш муж-тиран, я скажу как есть, вы можете обижаться на эти слова, они неприятны. Это неприятно слышать, видеть его таким не хочется, потому что начиналось это с любви. Но к чему мы сейчас пришли, это тирания, запугивание и угрозы. Угрозы невербальные, прямые, но вам физически показывают, если ты дернешься, если ты посмеешь от меня отказаться, в следующий раз кулак прилетит не в стену, в твою голову условно. Это и так формируется этот страх, да, без слов, но вам показывают действиями, и вы боитесь. А вот это, он для вас, естественно, так как он был первым-единственным, в 18 лет вы познакомились, и таким остается. У вас нет такого большого опыта, и вы к нему привязаны, как вы сказали, как соседи, как родственники. Поэтому родственные связи его с моим котом первым, с моей бабушкой, приезжал к нам в гости в Россию, когда встречались частенько, немало приезжал, да, и все прочее. Это сентиментальность, это надо пережить. Короче, знаете, скажу честно, автор письма, надо повзрослеть. Вот вы, как вы сказали, я выросла, вы правильно, четко начали это письмо. Я выросла из этих отношений. Совершенно верно. Но сейчас мне параллельно с этим страшно что-либо менять, потому что абьюзер меня подчинил своей воле. Мне страшно делать то, что я хочу, слышать свое желание, потому что за это в нашей семье может быть наказание. Как физическое, так и моральное. Обиды, игнорирование, угрозы и всякое прочее, что он там применяет. У вас еще на фоне этого всего занижена самооценка. Вы в себе не уверены, вы четко убеждены, что у вас одной без него финансово точно ничего не выйдет, не получится. Выход из таких отношений абьюзивных. Это надо минимум три месяца побыть одной. Как вы считаете, у вас такого варианта нет. Вы сейчас нашли, подвернулся, скажем честно, какой-то мужчина, который к себе располагает, отношения, чувства, бла-бла-бла-бла-бла, вся история. Давайте я вам трезво, без эмоций и влюбленности вашей предостерегу и к вашей поездке, которая вот-вот состоится, скажу, в чем вы должны быть осторожны. Первое. Этот человек для меня удобен тем, что я с этих нездоровых отношений могу перепрыгнуть на какую-то другую спасательную шлюпку в море, не потонуть. Потому что я считаю, что у меня не получится, я слаба, у меня сейчас низкая самооценка, что у меня есть кому занижать, условно, да. У него черно-белый мир, либо по-моему, либо никак и все прочее. Там с собой не повыпендриваешься, да, со своими желаниями, своей самооценкой и так далее, своим мнением каким-то о себе. Ну, мы видим какое. Ваше мнение о себе, что у вас не получится, и вы не справитесь. Осторожность и опасность, что, возможно, это не ваш человек. У него тоже могут быть у турка абьюзивные моменты, которые вы проигнорируете целенаправленно, не заметите это, потому что они будут не такие явные. Он же сразу мне кулаком в лицо бить будет, правильно? Он же мне не сразу в машине запрет и куда-то там газонет. Он будет сейчас как турок любой рисовать красивую картинку, только себе располагать. А, соответственно, есть вариант перескочить в другой абьюз на самом деле. Поэтому после абьюзивных отношений надо брать детокс 3 месяца, полгода, в идеале год. Когда я отдохну морально, встрепенусь, пойдут чувства, эмоции, ощущения, контакт с собой, который я утеряла. Проблема абьюзивных отношений или с абьюзером. Ты теряешь контакт с собой, с разумом, с чувствами, с эмоцией. Ты такая, упс, отделилась от себя. Я как тело существую, мой разум в другом месте. Кто обижен, напишите в комментариях, так ли вы себя ощущали. То есть у вас вот этот диссонанс, вы себя не слышите, игнорируете, в себе не уверены, это его задача. Из-за этого вы плаваете во всем этом и не расстаетесь. Как вы только в абьюзии нашли контакт с собой, услышали себя, рационально, там, не знаю, разумно, все, короче, вот что закрутилось, все, вас не остановите, вы из абьюзии, скорее всего, выйдете. Задача в абьюзии, первый шаг, чтобы из него выйти, найти себя, ключик к себе, голос вы услышите в своих желаниях, чего я хочу. Вообще, где я, алло, внимание, стопоримся, здравый смысл включаем. Вот с чего начинается это расставание. Поэтому на такой волне, когда я там не могу, все плохо, а я перескочу в другое, скорее всего, это будет что-то, ну, типа, скорее всего, ну, процентов 70 даю вероятности, что это может быть более мягкий. Но абьюз, по итогу, после красивого медового месяца с турком, это может скатиться в абьюз. И для вас это будет привычно, потому что вы не отдохнули, себя не почувствовали, зато даже лучше, я благодарна, не так плохо, как было в прошлых отношениях. И по факту, что у нас выходит, шил на мыло поменяли, а точнее, да, полегче, спокойнее стало, но счастливой меня это точно не сделает, да, счастья мне это не принесет. Если мы говорим про, как бы, вот вы сказали, да, дайте совет, я скажу, что не психологическая консультация здесь, когда я разбираю видео от анонимов, я даю свою личную оценку, совет могу дать и так далее. Этот сейчас не психолог. Это рискованно, как бы, но лучший вариант в этой ситуации, вот когда вы встретитесь, если вы поняли, что он вам нравится, симпатичный, не обманывает, какие-то поступки делает для вас, сказал, сделал, пообещал, довел до конца. Свое обещание, они вот это вот просто вилами по воде пишут. Вот вы с ним почувствовали, что он вам нравится, симпатичный, какой-то взывает доверие, то есть нет такого, что вот уже обманул где-то, пообещал, не сделал, вот это у нас сигналы тревожные. Короче, если все нормально, вы, понимаете, не сказали о том, что вы не развелись. Это обман уже. Здоровые отношения, ну, и так не начинаются. Поэтому я говорю, есть вариант перескочить снова в абьюз. Или потом с турком выслушивать десятилетиями вашей совместной жизни, какая-то сволочь, что ты меня обманывала, ты была не разведена, а мне мозги пудрила, припоминать будет вот эта вся история. Если он такая обиженка, а таких очень много в Турции, то вот с такого начинать с турком точно не надо. Вы, короче, что, пожалеете 30 раз. Надо начинать с честности. Либо мы вообще ничего не говорим. Вот просто мрак. Он ничего не знает. Это тоже хорошо для турка. Либо мы говорим по-честному, чтобы потом, в будущем, до вас нельзя было придраться, докопаться и вам предъявить, на самом деле, выносить ваш мозг. Они очень любят это делать. Кто бы это ни любил, я даже не знаю, зацепиться за что-то, если у него проблемы с самого самооценкой, не уверен в себе, ревности всякие, то только дай почву. То есть, либо он вообще ничего не знает, я с ним не делюсь, не рассказываю, а готовая с разводом с ним начинаю встречаться, как и должно, по сути, быть. То есть, это к вам вопросик, что-то надо сделать. И его в это не посвящаем. Либо по-честному начинаем. Я вижу сейчас, что вы не готовы все сама закрыть без него, чтобы он ничего не знал. Вам поддержка нужна, чтобы перескочить в другие отношения. Я вам так скажу. Начинайте по-честному. Поняли, что можно добирать все окей, нормально. Зайдет этот разговор про будущее, про какие-то связи, встречи и все прочее. Это лучше не по телефону, по интернету делать с глазу на глаз, пока у вас есть встреча. Откройте карты и скажите по-честному. Какие фразы нужно сказать, чтобы его не напугать совсем, не спугнуть и так далее, но открыться при этом? У нормальных людей эта открытость вызывает как бы доверие, эмпатию, сопереживание. Вы ему говорите. Я должна тебе сказать правду. По документам я не разведена сейчас со своим супругом в Англии. Мы с ним не спим, живем как соседи. Это там, не знаю, клянусь, божусь. Вот тебе крест условно, да? Если ты меня спросишь, почему я с ним не разведена, скажу честно, я его боюсь. И вы тут говорите. Он может ударить кулаком в стену возле моего лица. Это чистая правда, вас держит страх. Был случай, когда он закрыл машине двери, заблокировал, гнал на полной скорости. А я вообще не знала, врежем ли мы в бетонную стену, мост, дерево или нет. Я боюсь сказать о том, что я с ним развожусь. Я не знаю последствий, которые за этим последуют, да? Что за этим будет? Я смогу ему подать на развод и развестись с ним, когда я пойму, что я в безопасности? Или у меня будет какая-то защита, например, от кого-то. Я встречу человека, который сможет меня защитить и поможет тем самым поддержкой, защитой и в прямом смысле укрытием, да, меня каким-то сделать этот развод. Вы здесь человека ни в чем не обманываете, говорите по-честному. Я еще на документах замужем. Называйте честно свой страх, что вас держит. И тут уже он решает, что делать, какое решение и так далее. Говоря вот этот начинаем диалог, первое, что вы должны думать. Первое. Молодой человек, как отреагирует, это его полное право, его выбор. Я не должна ожидать от него поддержку. Он не должен все это принять, меня спасать. Он среагирует так, как считает нужным. Если после этого он отстранится, сольется со временем, напугается, скорее всего, да, не будет за меня вписываться, не захочет со мной отношений, а я ему сказала, правда, это его выбор, он имеет на это право. Он не должен заходить в ваши нездоровые отношения и вас спасать. Он не должен быть спасателем. А только очень часто любят спасатели, на самом деле, да, их так воспитывают из-за манипуляций. Вот. То есть мы от него ничего не ожидаем. Будет как будет. То есть либо пан, либо пропал. Но это в вашей ситуации, если вы планируете все нормальные здоровые отношения, на самом деле самый здоровый, единственный вариант, как более-менее что-то как-то сбалансировать, по-нормальному начать новые отношения. И там уже с ним планы какие-то строить, что-то решать и так далее. В конце концов, если вы еще очень сильно, у вас реально абьюзивная история с супругом вашим, вы его боитесь, ну, в очередной раз поедете встречаться с мамой в другую страну, соберете вещички, просто не вернетесь. Подойдите на развод через юристов, через консульство. Например, в Англии консульство английское, там, не знаю, ну, в Турции тоже еще там где-то, где вы будете, короче говоря. Через консульство тоже можно разводиться, если что. Тем более, я думаю, у вас гражданство российское есть, а вы через консульство российское, там, короче, есть такая история. Можно подавать на развод таким, если вы его боитесь. Честно скажу, это такое, ну, это абьюз, да, но еще ж пока не ударили, еще ж пока не прибили и пока не закопали меня во дворе, да, на заднем дворике нашего дома. Такое дело опасненькое, продолжать это не стоит. И чувство вины, которое над вами манипулирует, не хочу его бросать, он давно, он мою семью знает, траля-ля, ну и что, что знает. А что же он вас ударит или убьет в итоге? И что, что он вас знал? Вы посмотрите, сколько историй про всяких там маньяков, убийц, крут-трук, криминал какой-нибудь, посмотрите на ютюбе. Муж, я жен, жена мужей убивает, и что, это кого-то мешает, что они там первого кота его видели, бабушку там, не знаю, и все прочее. Так у всех вообще-то абьюзеров? Они что, какие-то неизвестные, скажем так, ну, что, что у вас там 10 лет, да, то есть срок какой-то, это его не делает хорошим человеком. То, что вы посмотрите по факту, что он с вами делает сейчас, как идут ваши отношения, вы такого хотите, да, себе? Правильно вы выросли, да, вы просто страшно с ним расстаться, и вы боитесь с ним детей, семью привязываться к нему еще больше. И правильно делайте, ваши инстинкты срабатывают. Не зря вы его боитесь. Поэтому вам с ним будущего, вот с этим вот угрозами, на самом деле нет. И ваш мозг думает наперед за вас, скажем так, на шаг вперед за вас, что дорогая, дорогая, надо уточки сматывать, надо нам что-то новое. Только я советую вам повзрослеть реально и брать ответственность за свои события, за свою жизнь. Не искать другого человека, к которому вы перепрыгнете, опасненько, опять что-то подобное, самостоятельно отдохнуть 3-4 месяца, полгода. Вы условно, вы можете собраться, родители, мама есть в России, ну и что, чтобы там 6 лет не были разруха и все прочее. Вы учитель английского, перейдите на онлайн сейчас, начните, на какой-нибудь платформе зарегистрируйтесь, да, там немного платят, соберите какую-то подушку безопасности, съездите с мамой, идите повстретиться сами, например, в Россию, купите себе билет, чтобы он не знал, уедьте, разводитесь, там как-то вот этот вопрос решайте юридически, но в другой стране находясь, поживите, погостите у мамы 3 месяца, полгода, онлайн веду учеников, получаю денежки, например, да, общаюсь с турком, если он знает эту ситуацию, да, а я отдохнула, отношения с турком посмотрела, из России, условно, поедете вот там, в Турцию жить, в Стамбул, про отношения что-то понятно, короче, станет, понимаете, о чем я. Вот правильная ситуация здесь решения, отдохнуть, вам детокс надо вообще, чтобы вам повзрослеть, переработать, что происходит, переварить историю, понять, где я на самом деле сейчас находилась, да, вот эти отношения нехорошие. Вам надо побыть одной, не к турку прыгать сразу, поймите, опасненько вам, ну зачем надо, и вам лет всего лишь 28, да, вам 18 познакомились, 10 лет, ну, условно, вот около 30, у вас не сигнальный последний вагон поезда, окей, у вас еще есть в запасе лет 5, вы позвольте себе полгодика выкроете отпуска морального от отношений, пожалуйста, отдохните, у вас опыта нет, у вас нет опыта взаимодействия, 10 лет с вот этим чуваком, который вас запугивает, алло, вам надо посмотреть, что нормальные вообще-то есть, и все, другая жизнь нормально существует. Короче, вот так вам скажу. Если вам что-то непонятно будет, если вы захотите личную консультацию, напишите мне на почту, тема письма, консультация, мы с вами несколько раз позанимаемся, пообсудим, вы выстроите план вообще своего поведения, вам надо, вам надо дать методики, вам надо начать что-то хотеть, желать. Сейчас вы, как слепой котенок, сейчас не знаете, куда тыкнуться, что мне сделать, куда мыкнуться, чтобы себя спасти, потому что котенка начали топить, и котенок понял, что в этом ведре все капут ему, надо выкарабкиваться, как не знаю, и вы сейчас такая размышляете, мне дальше тонуть, оставаться с ним и рожать детей, вообще сейчас закапывать просто, вот в этих, точно не вылезу тогда отсюда, или пытаться мяукать, орать, вдруг меня кто-то вытащит, я больше скажу, у вас есть силу этого котенка, вы сами можете по стеночке аккуратно вылезти, просто надо в себя поверить, а вы сейчас в себя не верите, потому что вы, простите, в абьюзе, задача абьюзера, чтобы вы в себя не верили, ничего не хотели, связи с собой, чтобы у вас не было, да, чтобы вы дальше продолжали все это тянуть. Короче говоря, пишите ваши комментарии, можете дать советы, я знаю очень много, кто находился в абьюзах, и очень часто в комментариях под видео о другими абьюзивных отношениях женщины пишут, я отмотала 20 лет, надо было условно заканчивать в самом начале, условно, как в тюрьме сидела, да, в таких отношениях, господи, зачем я потратила свою жизнь, как мне сейчас хорошо, как я сейчас свободна, комментариев таких очень много часто бывает, обратите на них внимание, то есть опыт, кто подобным был и закончил, я никого не слышала, вот честно, ни одного раза не слышала, чтобы тот сказал, я так жалею, что вышла из абьюзивных отношений, мне так не хватает моего тирана, когда меня бьют, унижают, оскорбляют и говорят, что я без него просто ничего не стою, я так по этому скучаю, мне так этого не хватает, я так жалею, что я осталась, нет, либо радуются, что это закончилось, либо просто не уходят, а возвращаются обратно и продолжают все это, решите для себя, на какой вы из сторон. Спасибо за внимание, в инфобоксе под видео моя почта, тем письма можно написать, история от анонима, если вы хотите такое на канале публично, если вы хотите консультацию индивидуальную, личную, психологическую, это видео не является психологической консультацией, то пишите на почту, тем письма, консультация, и вам вышли условия. До встречи в новых видео, всем пока!